Девять месяцев назад я на своем канале выпустил ролик о самых серьезных проблем в нюздэше, который вы можете посмотреть по ссылке в описании. Так вот, я решил продолжить эту тему именно в этом ролике. И с действительностью могу сказать, что игра умирает по тем причинам, которые были поведаны в этом ролике. Так как разработчики на протяжении долгого времени либо не могут это исправить, либо они не хотят по тем или иным причинам. И в этом я хочу и убедиться. Меня зовут Папирус, мы начинаем. Первая серьезная проблема это читеры в лидербордах в некоторых чартах. Что я имею ввиду? Я уже в своем ролике упоминал данную проблему, но я должен поведать о кое-что другом. На официальном дискорд серии или по мюздэше имеется канал репорта Читскор, в котором игроки, получившие доступ к этому каналу, они смогут репортить тех или иных читеров, которые появляются в лидербордах в некоторых чартах. То есть они делают скриншот чарта, которого они нашли читеров, саму сложность и на каких местах они располагаются. И вот этим самым они объясняют, почему тот или иной скор, который появляется на таблице лидеров, является читерным. Почему я считаю, что данный метод является самой бесполезной для поимки читеров? Да потому что на протяжении долгого времени некоторых читеров не могут забанить до сих пор. К примеру, я возьму 12-й Freedom Dive. Тех читеров, которые вы видите сейчас на экранах, на протяжении года не были забанены, хотя многие игроки профессиональные, в том числе и меня, репортили данных игроков и пытались достучаться до разработчиков, чтобы их забанило. Но на деле это не совсем так. И после такого один из игроков, а именно Рубайтик, заявил на официальном дискорд-сериле по Минсдаш Музем Комьюнити о том, что если данную проблему не решат в ближайшее время, то он просто покинет игру, так как ему надоело наблюдать за читеров, которые нечестным образом пробираются в топ-1 и тем самым портят карьеру самого Рубайтика. И в какой-то степени я могу его тоже понять, потому что он старается за все силы, честным образом занимая топ-1 в лидербордах, а в итоге читеры ему просто портят карьеру. И он заявил это на официальную почту PeraPeraGames о том, чтобы они исправили эту проблему. И на данный момент пока что ответа не последовало. Но если будет какая-то информация, я сообщу это в сообществе своего канала. Вторая проблема заключается в самих чартах, которые выпускаются в последнее время в обновлениях Мюздэша. Этот пункт довольно спорный, вы можете с этим не согласиться. И если вы хотите высказать мнение касаемо чартов, которые выпускаются в последнее время, то комментарии всегда открыты. Я их всех прочитываю и могу вас кое-как понять. И вот эту проблему мне поведал один игрок под ником TypeX, который я у него брал интервью и рассказал по полочкам, почему чарты на данный момент не очень нравятся некоторым игрокам и тем самым объяснит, почему это действительно так. Вообще, если простым языком объяснить, то все чарты, которые сейчас выпускаются, они очень экспериментальные, скажем так. Правила, которые распространялись на чарты раньше, особо сейчас не распространяются на официалке, которая сейчас выпускается, потому что сейчас очень много херни начали делать. Допустим, самый простой пример. Всегда раньше было правило, потому что пилы на верхний сайт, обычный, никогда не ставили. И в кастом, как сейчас, тоже для рангутых чартов запрещено. Только если это первоапрельский чарт максимум. А сейчас, я не знаю, сейчас стали официальные чартеры пихать их наверх. Ну, типа, это просто как пример. Таких примеров много, на самом деле. Паттернов много так-то в этой игре. Просто сейчас вот эти эксперименты, скажем так, они не всегда очень хорошо идут. Вот я не знаю, The Will to the Right тот же самый. Ну, камон, там паттерн даже не на 12 стар. Когда там надо оверлапы так херачить, что, я не знаю, что у тебя пальцы запутаются. Ну, или, я не знаю, спайдер страд. По сути, кстати, спайдер страд, это вот этот паттерн, то, что тебе нужно, как, оверлапы идти прожимать, вот эту всю хуйню прожимать. Это, этот паттерн был с другой игры взять. Поэтому, ну, да, это такой же. Третья причина заключается в оптимизации самой игры. Что я имею в виду? У некоторых игроков, которые имеются довольно мощные компьютеры, появляются те или иные локспайки, ансинк в чартах и так далее. И если вы замечали на моих последних роликах, которые я ставил рекорды, а именно на Fullen Symphony и Super Reactor, вы могли услышать то, что попадание тех или иных чартов под музыку, оно не совпадало. И это проблема не в монтаже, которым я делал на протяжении долгого времени, а в самой игре, так как в некоторых местах мы могли заметить все те или иные просадки кадров и так далее. И это проблема у самих разработчиков, которые не могли спокойно оптимизировать саму игру. Ну и последняя причина, это скорее дело вкуса, но я все-таки скажу. Это коллабы и треки, которые выпускаются в обновления для своей же игры. Вы как хотите, но я посчитаю, что в последних обновлениях разработчики начали коллабиться с малоизвестными играми. Тот же Чинитом я узнал только от них, и тем самым я сделал по поводу вот этого обновления ролик, который вы также можете посмотреть по ссылке в описании. Так же треки, которые выпускаются в простых обновлениях, тоже не особо интересными. И это действительно проблема, потому что те или иным игрокам, которые нравятся определенные исполнители, могут просто пропустить то самое обновление, и тем самым они не будут играть в те или иные чарты, которые ему не особо интересны. И если совсем честно, я очень жду второй коллаб с Хархором Теннесси, который уже не было на протяжении трех лет. Напоминаю, что первый коллаб с Хархором Теннесси уже вышел в 2021 году, и в этом обновлении он принес очень много годных треков и самих чартов, которые они сделали для данного коллаба. Если вы хотите поиграть, то вам надо набраться большого скилла, потому что имеется как 11 звезд, так и 12 звезд, а именно Иксодус. И я не уверен, что новичку, которая в свою очередь попробует поиграть в эти чарты, сможет их пройти с первого раза. Какой же вывод я хочу сделать из этого ролика? Это все очень просто. На протяжении долгого времени комьюнити просто держалась на кастомных чартах, которые выпускаются самими игроками. Но они также могут просто уйти из этой игры из-за перечисленных проблем, которые я упомянул ранее. И если разработчики не пошевелят пальцем и не попытаются хотя бы исправить те или иные проблемы, которые я упомянул выше, то они просто действительно лишатся той аудитории, которая просто на энтузиазме держалась в этой игре. И тем самым у разработчиков будут большие проблемы с привлечением новой аудитории для своей игры. И это на самом деле грустно, потому что разработчики пытаются что-то сделать, но на данный момент они просто кладут большой болт для своей игры. И это очень грустно. На этом все. С вами был Пперус. Увидимся в следующем ролике.